Эти штыри увидеть практически невозможно. Чтобы не споткнуться и не получить травму, нужно знать, что они там. Ситуацию осложняют опавшие листья, которые маскируют местность. Еще год назад штыри были частью лавочек, однако теперь место пустует. Такую картину можно видеть на всем протяжении дубовой аллеи в микрорайоне Песочня. Уже год назад не было лавочек. Как столько сделали аллею, это уже не было сначала, фонарей не включали. И оттуда все лавочки сразу стыли. Там было очень много лавочек. И отсюда тоже начали попадать. Вот, смотрите, нет тут лавочек. Просто так обидно. Такие красивые лавочки сделали. Просто перевернуты. Утром идешь, мусора полно. Просто полно. Ну, как и везде у нас. Как и везде у нас. А так аллея прекрасная. С момента первых случаев кражи лавочек ничего не изменилось. О них напоминают лишь дырки в плитке. Новые устанавливать не собираются. А между тем из строя выходят и те, которые злоумышленники не тронули. Страдают сидения. Около половины досок разломаны. Причем в местах сочленений. Не всегда ремонтируют. Вот сидим сейчас. А вы видите, какая продавная и качается. То есть, почаще входили бы, проверяли и дощечки прибивали бы. Было бы лучше. Досталось и фонарным столбам. В конце аллеи о них напоминают лишь бетонные основания и заботливо сделанные заглушки. Однако в одном месте они все же отсутствуют. Провода торчат. Прохожие боятся, что может случиться короткое замыкание. Стоит отметить, что дубовая аллея появилась около четырех лет назад. И быстро стала любимым местом отдыха жителей микрорайона. Здесь гуляют пенсионеры. Молодые родители с детьми. Приходят подростки. Вообще нам очень нравится. Здесь хорошо. Днем прохладно, вечером прохладно. Фонари горят. В общем, нам здесь нравится. Прохожу я с огромным удовольствием на самом деле. Побольше таких мест в городе. Конечно, поначалу было лучше. Убирали бы. Вот нерегулярно, наверное, убирают. А потом у нас вот цветы здесь росли. А сейчас в этом году уже не сажают в этих вот цветничках. Кто сейчас отвечает за дубовую аллею, сказать сложно. Ее благоустройством занимался гипермаркет Европа. Однако на баланс городу объект так и не передали. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».